Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем делать обзор седьмой главы этой книги. С первого по десятый стих в седьмой главе вторая половина ответной речи Иова на речь Елефаза. С одиннадцатого по двадцать первый говорится о невозможности надежды на счастье, жалобы на Бога, беспричинно наказавшего Иова. И первый раздел это с первого по десятый стих, вторая половина ответной речи Иова на речь Елефаза. И мы читаем с первого по третий стих. Не определено ли человеку время на земле? Время для каждого из нас, оно определено Богом, не нами. И наверняка то дерево, из которого сделают для нас гроб, оно уже срублено и ожидает своего времени. Когда превратится в доски, будет сделан гроб, и нас в нем зароет в землю. Не определено ли человеку время на земле? И дни его не то же ли, что дни наемника? Наемник ни в чем не уверен, продолжат с ним контракт или нет. Его наняли, но не всегда понятно, на какое время. Второй стих. Как раб жаждет тени, и как наемник ищет окончание работы своей. Раб в условиях Ближнего Востока, в знойные дни, он действительно ищет тени, чтобы солнце не пекло на него, что затрудняет для него любую работу. Так и человек, любой человек, он ищет удобного положения для себя. Если кто-то захотел бы перемотать эту видеолекцию в ускоренном режиме, то вы бы увидели, что я все время меняю положение тела. Любой человек все время меняет положение тела. То есть он ищет отдохновение для себя, потому что все в этом мире неопределенно и беспокойно. Поэтому каждый из нас, как раб, жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей. Человек все время ищет отдохновение, отдыха, не понимая, что такое возможно только в Боге и с Богом. И сама эта потребность, такого поиска, отдохновения, на самом деле это невостребованное чувство поиска Бога, потому что только в нем может успокоиться наше человеческое естество. Третий стих. Так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные, отчислены мне. Человек все время ищет возможности упорядочить свою жизнь, привести в порядок свои дела. Но день за днем и то, что он планировал, не всегда сбывается, исполняется. И то, к чему он стремился, как бы ускользает все время от него. Это как будто бы человек идет к горизонту и думает, что он может дойти и заглянуть с края земли вниз. Но сколько бы он ни шел, горизонт будет удаляться от него. Святитель Иоанн Златоус пишет, «Разве, — говорит, — не является вам жизнь всех людей, исполненной искушений и бед? И всякий человек, неподобен ли подденному наемнику, работающему целый день, чтобы получить что-либо, или слуге, боящемуся своего господина, и пользующемуся небольшим, хотя отдыхом, или вообще наемнику, хотя и неподденному, после многих трудов получающему некоторую награду? Этим Иов хочет показать тяготу и краткость жизни и говорит, «Разве полна она только трудами, а вместе с этим и не опасностями», далее Златоуст рассуждает, «мне думается, что говорит о беглом рабе, находящемся постоянно в страхе вследствие бегства». На это указывают слова «жаждет тени, улучшив сень», то есть принимающие под влиянием страха несуществующие за существующие и ищущие тени, как бы цепляясь за нее, которые бы укрыло его. А если жизнь есть испытание, то возможно ли, чтобы находящиеся на испытании не впали в искушение? Таким образом, не за праведность, а по свойству вещей следует терпеть то, что я переношу». Иов делает, как бы, такой вывод. Отцы, братья, сестры, мы все беглые рабы. Мы все оставили нашего господина и хозяина. У этого мира есть и господин, и хозяин. Это Господь Бог. По праву Творца, Он единственный и абсолютный собственник во Вселенной. Но в результате грехопадения происходит бегство рода человеческого из-под власти Бога. И мы, как беглые рабы, ищем для себя отдохновение, забиться бы в какой-то тенечек и там сидеть. Как в книге пророка Исаии сказано, что когда Божий гнев будет наступать, люди будут пытаться залезть в расщелинный скал и там сокрыться от гнева Божия и от лица Его. И бросить в эти расселены всех своих идолов и стуканов все свое золото и серебро, как что-то абсолютно ненужное. И далее мы читаем с четвертого стиха и ниже. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану. То есть мы не уверены, встанем или нет. И поэтому православные, когда молятся вечером, они указывают правой рукой на кровать, на которой собрались спать, и говорят, неужели одр сей гроб не будет. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Иногда человек ложится, чтобы отдохнуть, выспаться, чтобы посвежевшим совершать труд, но так и не может заснуть. Он ворочается досыта, то есть сверх меры, и так до самого рассвета, а потом надо вставать и бежать на работу. Пятый стих. «Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится». Это действительно так, тело человеческое, оно исполнено разными паразитами, разными микробами, разными кишечными червями, и это в здоровом состоянии тела. Там более 200 разновидностей разных червей. А если речь идет о больном организме, страшно и представить. Все лопается и гноится. Это происходит с годами, но это начинается с момента зачатия рождения. «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды». Действительно, дни проходят очень быстро. Почему сказано «кончаются без надежды», потому что многие люди, приближаясь к концу, они не видят там ничего хорошего. Как русский поэт, советско-русский поэт Высоцкий писал «А в конце дороги той плаха с топорами». Известен такой случай, когда умирал известный писатель Вальтер Скотт, он был, кстати, неверующий, а его друг, пастор, который стоял рядом с ним, говорил ему «Держись, держись, друг!» На что Вальтер Скотт ответил «Если бы я знал, за что держаться». Действительно, для человека неверующего все неопределенно, все бессмысленно, все лишено перспективы блага. Дни мои скорее челнока бегут и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе, когда человек сидит на свалке, где сидел Юф. Что доброе он мог там видеть? Не увидит меня око, видевшего меня. Здесь Юф обращается к Богу. «Очи твои на меня и нет меня». Он как бы говорит, «Ты посмотришь на меня, и что от меня останется?» Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, так и с открытием своего лика. И если Господь гневно воззрит на кого-то, сможет ли тот существовать?» Далее Юф восклицает. «Редеет облако и уходит». То есть даже огромные облака, которые как целые города над нами возвышаются, через какое-то время легким дуновением ветра они редеют, рвутся в клочья, и ничего от них не остается. «Редеет облако и уходит, так не шедший в преисподнюю не выйдет». Не возвратится более в дом свой. Действительно, когда человек умирает, он уже не вернется в свой дом. Все это останется, и непонятно, кто будет это все наследовать, и как он со всем этим поступит. И место его не будет уже знать его. То есть опустеет место его работы или место его служения, опустеет его дом, опустеет места его отдыха, он просто пропадет. Здесь надо понять, что Иов, который был религиозным человеком и праведным человеком, мужем, хаиш, он испытывает в этой своей трагедии многие искушения, и он ничего не утаивает, он все это говорит, хотя кто-то может задастся вопросом, а как такой праведный муж мог такое говорить? Но мы не должны осуждать никого, если не были в положении того, кого мы осуждаем. святитель Иоанн Златоус пишет, тем особенно удивительны эти слова праведника, что не зная ничего о воскресении, тайна воскресения могла быть не открыта ему, он подвергался скорбям, перенося их с твердостью. Златоус продолжает, что он не имел ясного представления о тайне воскресения из мертвых, видно из того, что сошедшему говорит через смерть в ад не дано снова оживше возвратиться в свой дом, но что исчезнет и память о нем, когда удалиться из среды живых, умершему воскреснуть невозможно. Тайна воскресения по-настоящему она была явлена только с чудом воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В ветхозаветные времена все было неопределенно, да и сейчас все во многом неопределенно. Как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам 13 глава мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же познаем так как мы познаны. Следующий раздел с 11 по 21 стих невозможность надежды на счастье эта тема жалобы на Бога который как бы беспричинно наказал Иова. И мы читаем с 11 и ниже «Не буду не буду же я удерживать уст моих буду говорить в стеснении духа моего буду жаловаться в горести души моей». Здесь Иов как бы говорит «А что мне остается кроме того чтобы сетовать и жаловаться? Мое тело сокрушено мой дух уныл и сокрушен и остаются только стенания и он прибегает к ним. Разве я море или морское чудовище что ты поставил надо мною стражу? Подстражниками понимали иногда в те времена ангелов гнева Божия когда налагается какой-то недуг какая-то беда и она длительное время не отходит от человека? Разве я море или морское чудовище что ты поставил надо мною стражу? Он считает себя человеком он не море которое надо контролировать чтобы оно не обрушилось волнами на сушу он не морское чудовище которое надо сдерживать чтобы оно не вылезло на берег он человек причем человек верующий в той мере в какой ему Бог открыл самого себя далее Иов восклицает 13 и 14 стих когда подумаю утешит меня постель моя мы уже выяснили он не может уснуть он ворочается всю ночь когда подумаю утешит меня постель моя унесет горесть мою ложе мое и далее ты страшишь меня с нами и видениями пугаешь меня то есть с одной стороны он не может уснуть он все время ворочается и так до утра с другой стороны если он забывается сном то он видит очень страшные сны и видения и просыпается абсолютно напуганным книга Иова это книга страданий и сейчас когда многие люди страдают во время разных конфликтов эта книга она является ответом на вопрос почему Бог это попускает почему иногда страдает ни в чем неповинный человек даже праведник а нечестивые грешники благоденствуют это главная тема этой книги 15 стих и душа моя желает лучше прекращения дыхания лучше смерти нежели сбережения костей моих он то не может уснуть то спит беспокойно и видит какие-то ужасы и кошмары которые пугают его он уже думает о прекращении дыхания о смерти как о неком благе для себя 16 стих опротивила мне жизнь не вечно жить мне вот этими словами не вечно жить мне он как бы говорит да я и так знаю рано или поздно это произойдет отступи от меня он просит бога отступить от него судами своими ибо дни мои суета что значит суета они очень скоротечны их немного отступи от меня он как бы просит что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое то есть зачем ты контролируешь каждого человека реагируешь на его поступки на дурные на хорошие и что такое человек если наша земля планета это какая-то кружка затерянная безбрежном холоде космоса что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое посещаешь его каждое утро каждое мгновение испытываешь его здесь немножко непонятно что значит посещаешь его каждое утро древние люди считали на востоке на ближнем востоке что бог когда человек засыпает как бы забирает его душу а каждое утро он возвращает ее назад такое было представление оно кстати до сих пор сохраняется у иудеев каждое мгновение испытываешь его иудеев как бы говорит я уже боюсь что-то сделать или так или иначе ведь я не могу понять как бы воскресает иудеев а за что мне это дано что я такого натворил как сейчас многие люди целые народы могут спрашивать боже почему зачем ты поступил так с нами для чего это девятнадцатый стих доколе же ты не оставишь доколе не отойдешь от меня доколе не дашь мне проглотить слюну мою то есть все процессы в его организме они замедлились горло пересохло он не может нормально проглотить даже слюну все болезненно язвы лопаются черви и здесь он начинает как бы спорить как бы задавать вопрос из глубины собственного страдания если я согрешил то что я сделал тебе страж человеков зачем ты поставил меня противником себе так что я стал самому себе в тягость здесь Иов говорит да может быть я согрешил но кто я такой чтобы вызвать гнев Бога ты как страж стоишь надо мною своими заповедями уставами постановлениями зачем ты поставил меня противником себе может ли человек противостоять Богу так что я стал самому себе в тягость боль его невыносима он уже не хочет жить 21 стих и зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего ибо вот я лягу в прахе рано или поздно как бы говорит он завтра поищешь меня и меня нет вот здесь он возвращается к теме что дни его скоролетные усказающие и он как бы говорит прости меня хотя бы напоследок я не могу слюну проглотить язык прилипе к гортани моей я здесь такое славянское выражение зачем бы не простить мне греха Иов впервые допускает что грешен однако не исповедует грех и не кается в нем с усердием он пока только высказывает мысль о возможности греха или беззакония какого-то преступления с его стороны толковой православной библии говорится наконец Иов скоро умрет а потому почему бы во имя сострадания не простить грехи избавить от страданий и тем самым дать ему возможность умереть спокойно то есть иов перестал искать для себя прощение божие ради нормальной жизни он просит прощения божия ради нормальной смерти и я помню как моя бабушка Журавлева Матрена Федоровна она говорила вот ты же доживешь до таких времен когда живые будут завидовать мертвым эти времена наступят и действительно я помню как умирали мои родные близкие их соборовали причащали они со спокойной совестью отходили к Господу а если у нас уверенность что не будет войны или эпидемии и может быть и похорон никаких нормальных не будет и никакого отпевания нормального мы ни в чем не уверены святитель Григорий Двоеслов Папа Римский это его известные морали на книгу Иова он пишет объясняя 21 стих вот эти слова и зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего ибо вот я лягу в прахе завтра поищешь меня и меня нет Папа Римский Григорий пишет под этими словами что еще подразумевается если не желание ожидаемого посредника то есть того кто может простить грехи грешному в отношении которого Иоанн говорит то есть Иоанн Креститель вот Агнец Божий который берет на себя грехи мира Евангелие от Иоанна 1 глава 29 стих или также грех затем полностью отнимается от человечества когда наше тление изменяется на славу нетления ибо мы никогда не можем быть свободны от греха до тех пор как мы находимся в теле смертности и следовательно он то есть Иов жаждет благодати Искупителя то есть Мессии Христа то есть целебность воскресения которое ищет чтобы его беззаконие было полностью отнято поэтому сразу же после упоминания наказания что следует из-за его рождения человек рождается идет к смерти и суда которого он страшится вследствие своих собственных дел он то есть Иов продолжает сейчас я лягу в прах и если будешь искать меня утром я не буду обретаться конец цитаты то есть в сердце Иова этого древнего древнего ветхозаветного человека уже вложена вот эта таинственная мысль что есть тот который может отпустить грехи простить грехи оказывается закон око за око зуб за зуб даже во взаимоотношениях между Богом судьею и человечеством это не всегда то последнее что можно ожидать от Бога Бог может быть и прощающим и милующим и даже оправдующим Иов не до конца понимает экзистенциальное борение собственной души но он начинает догадываться действиям Духа Святаго иначе бы его книга не попала бы в канон книг Священного Писания о которых сказано что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой но изрекали их мужи Божии будучи движимы Духом Святым епископ Ириней Орда пишет еврейский текст представляет здесь что Иова неотвязно преследовала мысль о самоубийстве чего он очень опасался то есть он боялся вот этих мыслей у самого себя по тексту семидесяти то есть по тексту Септуагинты Иов после жалоб на устрашающие видения в том числе и сонные уже просит Бога освободить душу его от смерти конечно от самоубийства то есть Иов боится не только физической смерти он ее ищет он больше боится духовной смерти что он сможет погрешить в своих мыслях и как-то вольно или невольно восстать против воли создателя итак и так сегодня мы рассмотрели еще одну из глав книги Иова этой таинственной книги во времена треволнений страданий переживаний катаклизмов эпидемии эта книга оказывается на своем месте и мы с интересом просматриваем каждую главу исследуя скрытые смыслы подписывайтесь на библейский портал экзегет чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя субтитры